Это полтора часа времени, и когда она полюбила свои кудряшки, когда их правильно простригли, когда я ее научила за ними ухаживать, и волна появилась красивая, и объем появился, и все, и она просто посушила волосы, иногда феном вот так вот, иногда вот просто помыла голову, пока собираются на работу, просто вот так жумкает, 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 они высыхают, у нее эти волны остаются такие, какие они есть. А вот лучше диффузором? Это, представляете, это зависит от того, какая волна, какие кудри. Вот я еще раз говорю, у меня есть клиентка, которая дома сушит только диффузором, либо одевает сеточку, ложится спать, спит она только в сеточке. На влажные волосы, да, но нанеся какое-то средство уже. В принципе, только она спит в сеточке, вот настолько волнистый, густой волос, который стоит вот так вот шапочкой. Обалдеть. И чуть больше отрастает, все, она его даже прочесать не может. Такой африканский, да? Да, африканский, хотя на самом деле это так, но важно, что когда она ко мне приходит, я ее даже не сушу, я ее просто заворачиваю в полотенце, и она уезжает домой, потому что дома она наносит специальный гель, у меня просто его нет в работе, потому что у меня только одна такая клиентка, и покупать ее, ну, как бы этот гель только. Она наносит специальный гель для волнистых волос, который не пересушен. Одевает шапочку, ложится спать. Утром она встает, шапочку снимает, чуть-чуть ее так сделает, и ни в коем случае никакого фена, потому что фен просто раздует ее, как одуван, вот так, и она потом вообще ничего не сушит. Она потом, наверное, неделю может не мыть волосы и так одеть. Ну, не знаю, как часто она их моет, но, во всяком случае, дня 3, я думаю, уж точно. Вот, поэтому все зависит от того, диффузором, да, можно сушить диффузором, если это более крупные волны, а если это вот такие мелкие, то там хоть сушить диффузором, хоть феном, там все равно немножко надо вытягивать, но, опять же, я всегда стараюсь, даже при укладках, когда ко мне приходят, если мелкая такая, один волос волнистый, другой не волнистый, только вот эта пышность, я вообще не заморачиваюсь. Я сначала сушу феном, поднимаю корни руками, создаю вот этот вот пушковый объем, а концы можно закрутить или расческой, или утюгом, создаю легкую волну, опять же, здесь объемчик, и все, вообще, самое замечательное средство. В общем, короче говоря, они разные волосы, поэтому сложно сказать прям вот конкретно, но я скажу, что однозначно, что обязательно нужен крем уходовый, который будет именно, он наносится, немножко его наносят на влажный волос, в смысле, уже вот вы помыли голову, нанесли бальзам, смыли бальзам, подсушили полотенцем, потом немного, капельку, все берется капельками, немного наносится на руку, вот так размазывается, и вот так вот втирает, чуть-чуть втерли волосы. Высушили волосы, и уже в конце укладки снова, прям на сухой волос немножко наносит, так же, кстати, вибикрем используется, наносится, и закрывается кутикула, вот такими движениями, вот, и волосы становятся шелковые, ухоженные, блестящие, волны хорошие, красивые, но все же у меня есть клиенты, которые вытягивают свои кудрявые волосы. Это такие травмы получаются, да? Да, конечно. Кудрявые волосы выпрямить, прямые волосы накрутить. Мне, когда пишут, я страдаю от кудрявых волос, я говорю, господи, мне бы ваши кудрявые волосы. Как правильно, страдают те, у которых густой кудрявый волос, потому что он становится шапкой, и единственный вариант, это выпрямить их, чтобы хоть чуть-чуть меньше казалась голова, иначе идет вот такой дуан. А как же, а как же 80-е, когда делали химию, и короткая стрижка вот такая? Я помню, моя мама так ходила. Уловка кудри 80-х. До сих пор есть такая уловка. Я, кстати, именно из-за этой химии боялась, что вот, ну, то есть я видела же, только какой пример нашей женщины 80-х, что это химия. Сначала они стригут коротко волосы, делают химию, и вот с такой вот как бы шапочкой ходят. Вот так модно считалось, и по-другому не знали. Главное, чтобы живенько. Живенько сделайте мне, пожалуйста. Что входит в понятие живенькое, то у каждого свое. Ну вот, поэтому кудрявый волос, он особенный и красивый. Вообще надо свои волосы любить. Вот то, что Бог подарил? Да. Как бы это делает ценить. Да, делает ценить. Просто как бы исходить из возможностей. Сейчас вот об этом я подумала, и мне это пришло в голову. Возможно, это будет для многих совет. Я всегда за то, чтобы сохраняли свой натуральный цвет волос. Вот того, что подарила матушка природа, не сождашь никогда. Как только волосы касаются оксиданта, появляется желтизна. Это природный предмет, который выходит наружу. И если ваш природный волос был русый, холодный, максимально долго ходите и не краситесь. Не делается никаких милирований, никаких новых трендовых окрашиваний. Hair touch, air touch, hand touch. Короче. Foot touch. Head touch. Когда вам захочется измениться, попробуйте подстричься как-то необычно. Придите к своему мастеру, поговорите. Может быть, он вас научит как-то по-новому укладывать свой волос. Просто на самом деле, во-первых, все виды этих современных окрашиваний предусматривают специальную накрутку, для того, чтобы это все красиво смотрелось. Поэтому это очень вкусно преподносится непосредственно в ютубах, в инстаграмах и так далее. Ко мне приходят, вот хочу вот такую картинку. Во-вторых, все эти серые, холодные цвета, это не натуральные цвета. С осветленного, с пустого волоса они очень быстро вымываются. Когда ко мне приходит клиент, я сразу сажусь и говорю, что вы хотите видеть, какие у вас перспективы, как часто вы будете ко мне приходить, что вы ожидаете, для чего вам это. И вот тут начинается выясняться, что просто хочу попробовать. Ну, блин, ну, хорошо, попробуешь. Но ты понимаешь, что уже свой цвет волос вернуть будет очень сложно. Пока это все срастет, пока пройдет время, очень много ко мне приходит клиентов, которых я закрашиваю обратно. Но проблема в том, что с осветленного волоса смывается все. Пока его не отрежешь, там не уляжется ни один краситель. То есть такого цвета, как у тебя был природный, ты не получишь. Я в основном сейчас обращаюсь к девушкам, у которых нет седины, и которым еще не зачем это делать. Поверьте, дорогие девушки, у вас еще будет масса возможностей прийти. Вот сидит человек с сединой. И будете краситься раз в неделю, раз в три недели вы будете пропадать. Вы будете, как я говорю, женщина после 40 работает на косметолога. Однозначно. Парикмахера, визажиста. Лен, я вас расстрою, но не после 40 явно. Уже где-то после 25 уже начинает работать. Потом еще такой момент. Вчера была у меня клиентка, я ее отговорила от того, чтобы покраситься. Тут один из вариантов. Хочу что-то изменить в себе. К психологу. Хочу что-то изменить в себе. И вот тут такой момент. Первое, что приходит на ум, волос. Может, мне в рыжий. Приходит время, может, в блондинку. А может, потемнее, может, цвет лица изменится. Я говорю, стрижка. В общем, мы ее подстригли. Она ушла очень довольна. И к концу стрижки она мне сказала, Лена, спасибо вам большое, что вы меня отговорили. У меня такой красивый цвет волос. Во-первых, ровный. Во-вторых, сам по себе волос, структура волоса была очень тонкая. Такой пушковый волос. Естественно, это только короткая стрижка. В каких-то местах удлинение по форме головы и так далее. Но в коротких стрижках всегда выигрышно работает именно однотонный цвет волоса. Я сейчас отвлекусь и немножко протяну расческой на все волосы. Классный у нас такой разговор получается с Еленой. Мне кажется, она очень много полезной информации дала для разных типов волос. Поэтому я надеюсь, что вы это видео сохраните и будете пересматривать. Да, и что там с короткими волосами? Однотонность. Вот, и однотонность, да. То есть на самом деле, во-первых, очень выигрышно смотрится на коротких стрижках либо белый цвет волос однотонный, либо потемнее, да. Либо какой-нибудь природный, ну, однородного тона. Никаких милирований, никаких там игры цветов и так далее. Ну, если вы не собираетесь на подиум, а вам это нужно в повседневной жизни, и у вас нет времени на долгие, на частые посещения мастера, на долгие укладывания и так далее. Мы сейчас говорим о современной жизни, да, в мегаполисе. Вот, или, например, о мамочке, у которых несколько детей, или даже один маленький ребенок, который занимает все ее время. Мы говорим о том, чтобы нам было комфортно и удобно в повседневной жизни. Вот, поэтому не об Инстаграме. Вы знаете, Лен, мы сейчас все живем и работаем ради Инстаграма. Это так напрягает, но красивые картинки рулят. Ну, смотрите, вот давайте вернемся к моей вчерашней клиентке, да. Я хочу заострить внимание, знаете, на чем? Вот, например, о выборе цвета волос. Смотрите, у меня была недавно клиентка, которую очень красиво покрасили, air-touch. Она приходит, садится в кресло и говорит, я не совсем, я, говорит, хотела попробовать, мне нравится, окрашивание великолепное. Даже при том, при всем, что ей требовалось тонирование, но даже тонирования, ну, не было на ней, все равно, вот, уровень выдержан и так далее, и так далее. Там, ну, короче, красиво было, я не спорю. Вот она села и говорит, я не уверена, идет в ней или нет. Смотрите, вот вы покрасились, и если вы покрасились, смотрите в зеркало и говорите сами себе, вот сейчас я немножко подкрашу губы румяна или там что-то еще, будет вообще супер. Мне все нравится, но вот если я сейчас пойду, нанесу там помадку или румяна, будет вообще здорово. Вот это значит, что этот цвет не совсем сильно вам подходит. Вам уже захотелось что-то изменить в своем лице. Вам захотелось изменить цвет тона, вам показалось, что на фоне этого у вас уже более бледные губы, уже более бледные глаза и так далее. Если вы покрасились, и сидите и говорите, блин, да мне даже вот, вот все, да вот я сейчас сижу и накрашена, мне даже вот румяна не хочется наносить, это ваш цвет. Вот. Понятно, что это методом тыка происходит. Но вот, вот та моя клиентка, которая с длинным волосом, вот которая вчерашняя клиентка, в итоге, когда мы подстриблись, почему она в конце стрижки, да, вот я хотела что-то изменить, стрижка ее изменила. И когда она в конце мне сказала, что да, Лена, действительно, вы были правы, у меня самый красивый цвет на свете, она еще не крашеная, не красилась. И она говорит, вот прям вообще супер, вот спасибо, что вы меня отговорили. То есть нам достаточно было изменить только стрижку, да. Вот. А та клиентка, которая приходила, говорит, ну все вроде хорошо, и покрашено хорошо. И в принципе она молоденькая, там прям юная девушка, студентка, там трудно ее чем-то испортить, вот. И... Но она сеть говорит, я не могу понять, я сомневаюсь, идет мне это или нет. А хорошо меня покрасили? Я говорю, вас хорошо покрасили. Ну может, что вы мне посоветует? Может быть, мне закрасить? Угу. Но я все-таки хочу остаться светлой. И вот такая дилемма, представляете, у нее еще густой длинный волос, ее красили около восьми часов. Ой-ой-ой. Да, больше денег потрачено. Но она сомневается, идет ей это или нет. Сильный контраст между белыми концами и темным корнем. Я нашла выход, конечно, из положения. Мы ее... Мы ей сделали тонирующее окрашивание на Редкине. И я просто затемнила концы, сделала плавный переход к корням. И все, глаза ее заблестели. То есть она не потеряла светлость тех волос, которые она так долго ждала. Восемь часов, да? Но в то же время она избавилась от этого сомнения. Маленький нюанс. А там вот буквально, знаете, на тон, на тон сделала темнее. И сразу сустав на свои места. Но, возвращаясь к этим окрашиваниям, это и есть проблема. То есть теперь ей придется поддерживать этот... Это, наверное, каждые две недели, да? Да. Да. Короче, это нужно делать, если ты уверена, что у тебя достаточно бюджета свободного, который ты можешь... Блондинка, это очень дорого. Блондинка, это очень дорого. Ну, блондинка, я имею в виду в плане хорошего, такого не желтого окрашивания. Конечно, конечно. Когда ко мне приходят и говорят, мы хотим быть такой блондинкой, как вы, можно? Я говорю, можно. Когда собираетесь ко мне сейчас прийти? Ну, месяца, через полтора, говорю, ну, тогда нельзя. Я теперь поняла, почему мужчинам нравятся блондинки, потому что они априори уже дороже. Они дороже. И в плане времени, и в плане вложенных денег, им нужно это все дело отбить. Вот почему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, я поняла секрет жизни и отношений. Вот, поэтому, возвращаясь еще раз, хочу попросить, ну, как были попросить, может быть, я не могу просить, да? Но мой такой маленький совет молодым клиенткам о том, чтобы они не утратили тот цвет, который дала им от природы. Потому что это действительно потом пройдет какое-то время, и вы будете говорить, блин, у меня был такой цвет красивый, зачем я это сделала? Ну, это произойдет обязательно. Ну, я думаю, что до тех пор, пока ты это сам не попробуешь и не пройдешь через это, ты никогда не внемлешь никаким разумным доводом. Поэтому. Мы все через это проходили, и, ну, дай бог, чтобы просто волосы хорошо росли, быстро там это все дело отрастало, ошибки молодости не справляют. Сейчас пришла тенденция, пятиклассницы, шести-семиклассницы хотят покраситься, приходят. И я же понимаю, что потом будет с их волосом, у них еще вот этот переходной возраст, и волос такой же переходной, как правило, тонкий, путающийся, который вот так вот поднимается ветром. Вот, и я понимаю, что их ждет, и я им всегда говорю, знаете, еще не придумали детскую краску. Краску для детей еще не придумали. Можно же мелками покрасить. Вот сейчас много всего есть, просто это же все разовое. Ага, им хочется длительного. Ну да, им-то хочется вот такого, как в Инстаграм, элировать. Вот, кстати, да, я просто у знакомой своей вижу, что у нее дочка регулярно красится там и в синие, и голубые оттенки. Дочка, ну что, она, наверное, в сад еще ходит? Ну, то есть это ребеночек совсем. Ну, это, видимо, какие-то... Есть лаки. Нет, нет, она красится в салоне. И я понимаю, что Инстаграм и вся вот эта, как бы, красивая жизнь на картинках очень сильно вообще изменила наше мышление. И я понимаю, насколько мы слабы и подвержены влиянию извне. И я понимаю, как мало, в принципе, уверенных в себе людей, которые ценят себя такими, какие они есть. И я, в том числе, не отношу себя к таким настолько уверенным персонам. Я понимаю, что вот я вот вижу какую-то картинку, она меня так захватывает, я хочу так же. Я хочу так же. Просто я думаю, что это всегда так было, просто у нас не было доступа, такого огромного доступа. Ну, и то у избранных людей. Мы там по очереди договаривались, кто какой день смотрит. Я помню, мы так журналы-каталоги Куэлли смотрели, германские, помните, когда они только появились. И это бич современного времени. Я думаю, это очень круто работает на бьюти-индустрию. Да, потому что вот вы сейчас рассказываете, и я думаю, что Аня будет не очень рада, да, что мы там сейчас ей продажи немножко занижаем по краске. Но чисто по-человечески это классно. И классно, когда есть такой, всё-таки, кто у нас самые наши близкие люди? Это парикмахер, это косметолог, и это там твой… Это и есть психологи. Да, это и есть такие психологи такого домашнего типа, которые тебе интенсивную быструю терапию дают, да, когда такой эго-буст происходит, что они тебе дают мгновенный результат уверенности в себе, который там психологи дают только в течение длительного периода времени. Ну, и есть, скажем, те, которые будут поддерживать в тебе неуверенность в себе. Да. А как бы для того, чтобы больше как бы… Не то, чтобы они плохие люди и хотят из тебя больше вытащить, ну, просто вся бьюти-индустрия построена, да, на этом, что нужно покупать больше, 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 больше. А есть те, которые, ну, реально им не всё равно на то, как ты выглядишь. И вот эти отношения клиент-мастер, найти вот этого своего мастера, все просто жалуются. У всех эта проблема найти хорошего мастера, который тебя будет понимать, считывать и давать тебе то, что ты хочешь в данный момент. Ну, вот я ещё раз вот я услышала, да, что действительно, чтобы мастеру было не всё равно, как ты выглядишь после того, как ты ушёл, да. Это касается и стрижки, и окрашивания в том числе, потому что приходит, да, говорит, вот показывает картинку, хочу вот так. И я говорю, вот вы должны в первую очередь, моя задача вам сказать, вот, когда вы в следующий раз придёте, да. То есть получается, что такие виды окрашивания реально подсаживают, да, на то, чтобы ты приходил, тонировался, лечился, лечил волосы. Слово лечения нет, восстановление волосы, да, и так далее. То есть я сразу предупреждаю, а есть же ещё, у меня есть такие клиенты, которые пришли, покрасились и в следующий раз приедут в Казахстан только через полгода. Да-да-да, есть такое. И мне немаловажно, как эти полгода они будут жить в Европе, понимая, что просто помыть голову 50 евро стоит. И мне немаловажно, как они будут потом выглядеть. Да, уедет ли, приедет она красивая, но потом. И поэтому, вот, исходя из этого, мне, когда приходит клиент, я сразу рассказываю, что её ждёт после того, как. Она должна быть к этому готова. Если она, выслушав меня, скажет, да, окей, я буду приходить, я согласна, я готова, хватит денег, хватит сил, хватит энергии, запала, у меня нет маленького ребёнка, который не позволит, у меня нет ревнивого мужа, который скажет нет там, и так далее, и так далее, и так далее. То тогда, да, я с радостью делаю любую работу, я делаю любой вид окрашивания. Ну, вот, чаще всего у меня получается отговаривать. Ну, наверное, поэтому, именно поэтому у вас, как бы, есть много своих постоянных клиентов, которые так за вами из салона в салон и ходят. Ну, тут недавно были две беременные клиентки, которые хочу что-нибудь изменить, да, в себе. Ну, я понимаю, что даже сейчас, ну, вот, естественно, это что, хочу что-нибудь изменить. Мелирование! Да, мелирование, да, один ответ. Вот, и, конечно же, во-первых, гормональный полк. Гормоны сильно, да, я по себе помню. Да, то есть белого цвета не добьёшься, неизвестно, что получится. Во-вторых, травма волоса. В-третьих, скоро человек родит. И что? Ты не можешь вырваться вообще в течение двух лет даже. Там подстричься некогда, а не говоря уже о том, чтобы поддерживать волос в идеальном состоянии. То есть все вот эти моменты я рассказала, и девушки говорят, окей, мы просто придём на лечение. Это слово лечение, нет восстановления. Поэтому я сразу говорю, что, например, для беременных, самое важное для беременных, это поддержать волос в том состоянии, в котором он во время беременности. Потому что как только начинаешь кормить грудью, волос начинает сыпаться, расти новый, и там вообще такое начинается. И поэтому в этот момент самое главное, хотите что-то, пожалуйста, приходите. Есть масса процедур для восстановления волоса, для укрепления волоса. Это, наверное, больше принесёт пользу, чем осветление волоса. Я ещё, знаете, думаю, как правило, девушки хотят что-то изменить в себе. Это наступает тот самый критический момент, когда волосы в очень плохом состоянии, нездоровые. И тогда ты думаешь, что окрашивание тебя спасёт. А на самом деле их нужно просто хорошо увлажнить, восстановить, напитать. И потом ты такая смотришь, в принципе-то вообще-то не всё так плохо. Да. И в этом вам помогут профессиональные линейки. Сейчас мы будем скоро смывать. Я буду помоем все свои инструменты, приготовлю место для работы под дальнейшей. А я тоже поставлю на паузу, и мы вернёмся к вам уже с помытыми волосами. Прокрасили мы волосы. Вы мне сделали на тон темнее, да? На полтона. На полтона. И как называется этот цвет? Потому что он мне все спрашивает, я даже этот... Не особо знаю. Он никак не называется. Это мы красили с вами между четвёртым и пятым уровнем. Короче, если вы скажете парикмахеру, покрасьте мне между четвёртым и пятым уровнем краской Тиджи, он поймёт. Да. Пять двадцать три и четыре. Но это только в Тиджи маркировка такая, да? Да, у каждого красителя своя маркировка. Ну что, давайте определяться со стрижкой. Мы хотели сделать такой типа ирокеза. На течение немножко на удлинение, потому что вам не нужно будет это. Удлинение чёлки вы имеете в виду? Да, давайте мы с вами не будем вот этот самый ирокез особенно трогать, для того, чтобы вам сделать более такой девочкин вид. Да, не мальчиковый андеркад, потому что прям иногда даже путаешь, это девочка или мальчик идёт по улице. Тогда я предлагаю здесь тоже поставить побольше. В принципе, можно прям вообще не так оставить, потому что когда будем сушить, мы уже будем, я посмотрю, где нужно по чуть-чуть подобрать. Ну вот у меня сейчас сзади так, знаете, как будто бы у меня бобка Рэ, и мне это не нравится. Мне нравится. Потому что шея кажется толще, как-то несовременно смотрится, неактуально. Мне хочется чуть такой остроты добавить. А, ещё говорите, что ещё? И ещё мне хочется, чтобы у меня было больше каких-то срезов, чтобы когда я текстурирую волосы, это прям, прям видна была текстура. Подчеркнуть каждый срез. Вот это мне нравится, когда много такой разный. Сейчас у меня такие волосы достаточно однородные, такой одной длины все. Мне хочется больше подвижности, динамичности, чтобы я могла на разные стороны укладывать по-всякому. Ну вот, в принципе, и всё. Так-то я могу с любой стрижкой справиться и за счёт стайлинга вытянуть её, там, классно уложить. Но если мне стрижка помогает в этом, облегчая мне, скажем, процесс стайлинга, то я, конечно, всегда этому радуюсь. Ещё, мне кажется, вот там, где уши, когда мы в прошлый раз стригли, мы достаточно плотно здесь оставили. А мне хочется там, где ближе к ушам, чуть всё-таки пореже простричь, чтобы не было такой сильной плотности. Потому что, когда у меня вот здесь тоньше, у меня лицо кажется уже визуально, по крайней мере, мне, чисто по моим субъективным ощущениям. И я себя чувствую более такой уверенной, что ли. Так, ну по поводу того, что здесь длина одинаковая, просто, а вот здесь вот... Уши на разной высоте, что ли? Нет, там, делаем в этом, там просто раствовал в другой, и там немножко этот, видимо, завиток. Угу. Вот, если счёт этого, казалось короче. Такой укладкий. Она приподнималась больше. Угу. Раствовал в другую сторону. Так, ну что-то, мы начнём каёмочку. Начну сзади. Каёмка немножко ниже. И теперь всё то же самое. О, голубые стрижки я говорила. Я услышала, что вам хочется здесь поострее. Два сантиметра. Два сантиметра? Мне кажется, как будто все пять-десять. Нет. Прям вот долго проходило. Долго, да, проходило. Мы же, получается, уезжали... Сначала не было возможности попасть к вам. Не то, что возможности, а, ну, как бы, слишком короткий период времени прошёл. А потом мы уехали, считай, почти на три недели. Угу. Вот. И ещё потом я неделю пока, ну, записаться не могла чего-то там как-то, как-то бегала-бегала. И вот, и вот. И, в общем, проходило столько времени. Но зато за этот период я для Ютьюба наснимала разных вариантов укладки, как вот, как бы, и со свежестриженной стрижкой укладки, и уже совсем с отрошей. То есть я даже попробовала вот этот мужской вариант укладки, когда они вот так на бок и наверх зачесывают. Такой... Ну, тоже по типу андерката, но только без состригания всего и вся. Ну, вообще, легко было укладывать? Сначала мне надо было приноровиться, потому что это получилась совсем другая стрижка, чем у меня было. Ага. И мне пришлось изменить какие-то свои алгоритмы того, как я укладываю. И потом уже, как бы, уже вошло в привычку, и стало легче. Но сначала это было совсем другое. Ну, мне уже мои клиенты сказали, что, по-моему, слишком видно почерк. Прямо было приятно слышать это. Что уже видно, что, да, это стрижит Лена. Сейчас вот стоит вопрос о том, что у меня предстоит операция, и полтора месяца нельзя будет работать. Мои клиенты уже все в шоке. Что делать, что делать? Это проблема. Это проблема всех специальностей, профессий, которые заточены на личность. Вот я вот тоже всегда так берегусь, что вот, допустим, церемонию проводить. Я понимаю, что я же ведь никому это не могу отдать, делегировать. Потому что они же покупают именно меня. И всегда прошу Бога, чтобы он как-то сохранял меня там, чтобы и здоровье было, и состояние. Ну, как бы ничего не случилось, ни там, ни сломать ногу, ни заболеть, ни простудиться, ни отравиться. Потому что у меня был один момент. Вы представляете, просто за день до церемонии я лежу в кровати, не могу подняться. У меня просто прихватило желчный пузырь, что ли. Что я просто не могла двигаться, у меня все болело внутри. И это было ужасно, и я пишу организатору, кажется, я не смогу прийти. Паника, что делать? А там еще такая, знаете, свадьба, ну, высокопоставленных людей. Там, ну, сложно с такими клиентами иногда договариваться. Обещали? Да, и, да, а меня все это так прихватило, что, ну, даже к врачу не можешь пойти. И еще это, ну, как бы, вечернее время, ты не можешь записаться. И потом где-то что-то как-то там с кем-то поговорили, с девчонками другими посоветовались, какое-то лекарство дали, посоветовали мне. То есть я без назначения врача приняла, и, слава богу, это сразу же подействовало. И я вот прям с облегчением пошла на работу. И поэтому я ваших клиенток так понимаю, что они же ходят именно на ваши руки, на ваше видение. И если, ну, я дай бог, надеюсь, что у вас все, как бы, восстановление быстро пройдет. Я тоже так думаю, надо будет полежать. Расскажите истории, которые случились с вами после публикации первого видео с нашей стрижкой. Ко мне пришла клиентка, говорит, хочу измениться. Зашла в YouTube, забила короткие стрижки, вышли вы. Гения. Ну, она приходит ко мне, мы, значит, долго разговаривали, выбрали стрижку, и уже стрижемся. Ну, и начали говорить там о таких вещах, как детки, что вот жалко, что наши дети, к сожалению, в Казахстан не возвращаются. Ну, такой немножко политический эффект. Хотя на эту тему не следует разговаривать. Ну, и она мне спросила, я говорю, ну, например, у меня сынок, наверное, вряд ли вернется в Казахстан. Ну, просто ребенок очень умный, и мы говорили о том, что умные дети находят себя не здесь, что не оценивают их по достоинству. Я есть такой. А вот, ну, и она спрашивала, где сынок ваш учитель, это в Томске, в полите. Она мне говорит, ну, как его зовут? Я говорю, Тюберман. Она говорит, ой, я сейчас вовремя руку подаю, я говорю, что случилось? Она говорит, наши дети близкие друзья. Представляете? Короткие стрижки, connecting people. Наши дети близкие друзья, они учили в школе вместе, учатся в Томске вместе, живут в одном учрежитии, чуть ли не в одной комнате. Вот, и говорит, Тюберман так часто приходил к нам в гости, и почему он мне не сказал, что его мама чудесный мастер? И потом он мне звонит, говорит, мама, что ты опять натворила в Алма-Ате, почему мне звонят в Томске и спрашивают про тебя? Так что такое тоже было. Потом еще приходила одна женщина, она гостила в Питере, говорит, увидела вас в видео, думала, что вы в Москве, потом увидела, что вы в Алма-Ате, тут же взяла билет, прилетела. Мы подстриглись, на следующий день сделали небольшую корректировку стрижки, и замечательно ходит.